У меня и голос у меня в состоянии. А представьтесь, Харитонов Владимир Васильевич. Мне посчастливилось в буквальном смысле знать, ну, Гена, да, так назывались тогда, Гена Миша, вот в этой компании. Причем я был преподавателем университета, и на эстетике вел занятия, а студентов водил к ним в мастерские. И вот это вот, знаете, вот это вот состояние, были мы у Воловича, были вот у Брусиловского, а однажды были и у Мусина. И это самое главное вот что здесь, что они вот втроем как-то, вот вообще это, вот Леня правильно сказал, что это вот какая-то троица такая уральская, которая дает какой-то знак, слава Богу, что они есть. Вы знаете, вот когда все разваливается, тащится по сторонам, а вот здесь есть люди, которые делали и продолжают еще делать, понимаете. Я вам просто к этому хочу маленький такой момент рассказать. Значит, была ситуация, когда в Дрях была выставка Брусиловского. И там немножко, значит, а я не знаю, тогда у Гены, по-моему, две картины были там тоже. Доброгодниках искусства. Да, да. Ну, Дрях вот здесь. Ну, просто могут нельзя издать. Да. И вот пришла, значит, наша товарища тогда, товарищ Кадикова. Не знаю, таким словом хотите, таким поменяете. И по ее приказу, значит, картину с Аркадием Райкиным. Да. Его взяли Райкина и взяли, и стали выносить. И вот так, знаете, несли, как будто, знаете, похороны какие-то. Или выносили. Даже по революции. За ним люди шли и так далее. Мне понравилось, что Гена стояла, говорила, типа, такого. Ну, выносите, выносите. Когда-нибудь вас вынесут, а нас вернут наобратно. Знаете, вот это вот, и он, кстати говоря, вот в те времена, они, что Миша, что он, они были очень-таки люди-то вот по нынешним временам, их явно не достает. Понимаете? Потому что они умели стоять за себя, не приспосабливаться, в буквальном смысле. Хотя, так сказать, были и ситуации, когда, значит, там Урал социалистический, тут, где сейчас и сеть, и делали там. Там же вот, вот сколько там было картин, которые сейчас вообще, ну, просто их даже нельзя, смешно, как это вот сегодня показывают, тени исчезают в полдень. Это вот как пародия смотреть, вот так уже. Ну, страшная пародия. Потому что это ведь, на самом деле, ведь так показывали и показывали. И этих раскулаченных, яблок, христиан, это... А вот у них было отношение, в то время показать на самом деле и политзаключенные. Ай, а, 18-й год какой, а? А эти чапаевцы, как сказать. Ведь это все сделано настолько прозорливо, еще впереди, какие там 20-е годы, какие еще перестройки. но ведь ходили смотреть и подпитывались этим, держались за это, понимаете, потому что они были, на самом деле, вот настоящие люди, ну, и настоящие художники. Ну, а то, что они настоящие художники, оно это перед нами. Ну, и, конечно, большое спасибо организаторам, ну, Ройзману, вообще спасибо за то, что он вообще это делает, вот это все. Потому что, кто куда уходит там и вообще улетает, не знаю там, что там, какие там у нас всякие дела тут, товарищи. А он тут делает вот это дело. И слава Богу, что есть где прийти, посмотреть, поклониться и вообще-то и нам собраться. Все, у меня спасибо. Ну, что, все или еще кто-нибудь? Уже ли больше не кто-нибудь сказал?